МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чемпионат молодых профессионалов. Мастер-класс по Пегасику. Выставка ветеранской организации Смоленской АЭС. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна Росэнергоатом. В работе 29 энергоблока, в ремонте 8. Фактическая мощность на 6 утра 22 470 мегаватт, что составляет 100,5% плану ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе на Смоленской АЭС 3 энергоблока, 3 энергоблок, работает 5-я машина. Фактически закончен ремонт 6-й машины, проводится виброналадка. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 17 дней марта составила 1 миллиард 14 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 52 миллиона киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 4,2 миллиардов киловатт-часов. Сверх плана 211 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Смоленская АЭС приняла участие в первом отраслевом дне информирования 2020. Онлайн-трансляция из центрального офиса Росатома объединила коллективы предприятий в разных городах нашей страны. В прямом эфире к сотрудникам госкорпорации обратился генеральный директор Алексей Лихачёв. Он рассказал о достижениях в 2019 году, обозначил задачи на среднесрочный период, сделав акценты на стратегии развития и новых направлениях. Среди значительных достижений 2019 года Алексей Лихачёв отметил подключение к энергосетям Певек, первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции. Тем самым российские атомщики в очередной раз подтвердили лидерство в реакторных технологиях. В 2019 году российские атомные станции достигли нового рекорда по выработке электроэнергии, превысив 208 миллиардов киловатт-часов. Технологическое лидерство и повышение качества жизни людей – одни из целевых ориентиров деятельности Росатома на ближайшую перспективу. Как было отмечено на дне информирования, эта задача не только отраслевая, но и в интересах всей страны. С большим интересом прослушал сегодня о зарубежных наших контрактах, которые существуют. Оказывается, контракты живут, контракты множатся, это радует. Национальные проекты, которые тоже вселяют надежду и гордость за страну, за отрасль. Хотелось бы отметить именно в конкретном выступлении дня информирования, то, что большой блок вопросов был рассмотрен, который относится к социальным вопросам. Я думаю, для обычных людей, которые работают от Москвы в малых городах, этот вопрос, наверное, более актуален и важен. Поэтому приятно было, что руководство отрасли этот вопрос не упускает и уделяет такое большое внимание. Достаточно подробно были раскрыты планы, которые стоят перед отраслью и конкретно перед концерном Росэнергоатом. Смоленская АЭС выступила партнером 5-го регионального чемпионата «Молодые профессионалы по международным стандартам WorldSkills». 6 марта в Смоленске подвели итоги 5-го открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы по международным стандартам WorldSkills». Школьники и студенты соревновались на 12 площадках. Смоленская АЭС выступила партнером одной из площадок – Десногорского энергетического колледжа, где шла борьба за лидерство в двух компетенциях – лабораторный химический анализ и электромонтаж. Организовать площадку в колледже помогли социальные партнеры «Смоленская АЭС» и «ЭЦМ Смоленск». Необходимо отметить то, что в этом году довольно сложные модули. Все задания берутся на региональный чемпионат с финала национального чемпионата России. Большое спасибо руководству «Смоленской АЭС», это и Павлу Алексеевичу Лубинскому, Анатолию Александровичу Терлецкому. Только в 2019 году на приобретение учебно-производственного инструмента, оборудования и расходных материалов АЭС направила около полумиллиона рублей. Соревнование по методике WorldSkills – один из главных инструментов, который используется в нашей отрасли, чтобы развивать компетенции, необходимые для достижения стратегических целей. Чемпионаты помогают школьникам определиться с профессией, а студентам – усовершенствовать полученные навыки. Хочу отметить, что здесь компетенция расширяется. В прошлом году была только юниорская площадка, в этом году две площадки – основная возрастная категория и юниоры. Когда они собираются на таких конкурсах, это обмен опытом, обмен информацией, и, конечно, им очень важно показать себя и выбор лучшего. То есть у них появляется стимул для своего развития, для личностного роста и профессионального роста. Атомщики-победители отраслевых чемпионатов участвуют в их подготовке для участия в конкурсах мастерства. Строгие правила не позволяли конкурсантам общаться друг с другом, пользоваться телефонами и другими гаджетами. Время на выполнение модулей ограничено. Сегодня второй день соревнований. Надеюсь, сегодня успеем уложиться и завтра программировать. Прежде всего распределяем роли, потому что задач очень много, и если кто-то будет филонить и не работать, у нас ничего не выйдет, просто время не уложимся. Я выбрал направление электромонтаж, потому что это очень интересный процесс производства всяких интересных электрических схем, которые в своем итоге дадут что-то новое, эффективное и полезное людям. Именно та самая полезность, которая делает нашу жизнь более удобной, и более комфортной, и вообще более продуктивной, и привлекла меня при выборе этого направления. Главное полностью отдаться своему делу, тратить все усилия, прикладывать их, и взаимодействовать друг с другом. Ведь взаимодействия вообще нет, а для инстаграма человек успеху. У экспертов задача не менее сложная. По множеству критериев определить лучших. Десногорские подростки показали отличные результаты. Для школьников были проведены мастер-классы, деловые игры, экскурсии по площадкам чемпионата. Желающие могли побывать с техническим туром на Смоленской АЭС. Много всего интересного узнала. Территория огромная, хоть мы и прошли небольшую часть территории, но увидели уже много чего интересного. Вот на реакторе побывали. Чистота, порядок, безопасность прям соблюдена полностью. Я считаю, что атомная энергетика важна людям, как и там дома, на работе, много где. Для подготовки компетентных мобильных кадров, готовых к эффективной производственной деятельности и востребованных на рынке труда, важно тесное взаимодействие. Во время чемпионата за круглым столом педагоги и представители предприятий поговорили о задачах на ближайшие года. Ориентировать молодежь на выбор рабочей профессии, наладить сетевое взаимодействие между образовательными учреждениями, повышение квалификации преподавателей колледжа в соответствии с новыми требованиями. По словам главного регионального эксперта Ирины Рыжаненковой, уже сейчас не менее 90% выпускников Десногорского энергетического колледжа работают по специальности, устраиваясь на САЭС, ЭЛС, ЭЦМ. 11 марта побывал в гостях в нашем Атомграде детский поэт, член Союза писателей России Владимир Борисов, автор более 500 книг, сценариев для телевизионных передач, «Тысяча и одно слово. Карусель». На встречу со знаменитым гостем в Центральную библиотеку пришли учащиеся 4-го и 5-го классов Десногорских школ. Автор поделился со школьниками секретами волшебства работы со словом. Десногорск стал первым в его литературном турне по городам-спутникам АЭС концерна «Росэнергоатом» в рамках конкурса «Атомный пегасик». Цель и задачи мои такие, чтобы вернуть диалог, чтобы общение опять имело место быть. Мне важно, в любой конкурсе есть дети, есть наше поколение, с которым можно общаться, которому я могу быть интересным, удивить, заинтересовать, научить. В игровой форме Владимир Михайлович рассказал ребятам о себе, своем творчестве, поделился секретами поэтического мастерства, своими планами на будущее и, конечно же, ярко, эмоционально, артистично читал свои произведения. Вместе с поэтом дети придумывали рифмы к словам, фантазировали, размышляли, задавали интересующие вопросы. Больше всего ребята интересовались тем, как он пишет свои стихотворения, почему решил стать именно детским писателем и откуда берет вдохновение. Самым активным и творческим Владимир Борисов подарил свои книги. Мне очень понравилось. Я никогда раньше не читала рассказы Владимира Борисова, но мне так понравилось, что теперь хочется их все пересчитать и все понять их смысл, и что-нибудь интересное узнать новое. Конкурс «Атомный пегасик» уже стартовал. В этом году он посвящен 75-летию победы Великой Отечественной войне и 75-летию атомной промышленности России и проводится по двум тематическим трекам «75 лет мира» и «Мирный атом». Подробности и положения о конкурсе размещено на сайте rosenergoatom.ru. Также на сайте размещена информация по двум дополнительным конкурсам «Мультипликация» и «Атом-кутюр». Предлагаем принять участие. Ветераны Смоленской АЭС – настоящие мастера рукоделия, в каждое дело вкладывающие душу и энергетику добра. Фантазии полет и рук творения открылась выставка, посвященная 75-летию Великой Победы и 75-летию атомной промышленности России. Акварель и фотографии, вышивка и вязание, мягкие игрушки и изделия из бисера, цветы ручной работы, и тонкие кружева и панно, резьба по дереву, алмазная мозаика, оригинальные украшения. И что удивительно, среди авторов много мужчин. Оказывается, они не только филиграны вырезают по дереву, но и замечательно рисуют в технике алмазная мозаика. Вот уж точно атомщики и творчество всегда рядом. Как без творчества? Я, будучи еще работая в ЦИЦЕРе, принимал участие в художественной самодеятельности. Мы и мужским коллективом «Рябиношку» танцевали на сцене. Своей работой представили 26 ветеранов Смоленской АЭС. Выставка работает до 3 апреля в выставочном зале Исулько-Кривичевского музея Десногорска, 1-й микрорайон ТЦ «Феникс». На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok